Более 110 тысяч собрали за месяц образовательные учреждения города и района. Все они приняли участие в благотворительной акции «Подарим ребенку удивительный мир звуков». О том, кому конкретно помогли справиться с недугом, в нашем следующем материале. Ольга Шалепина воспитывает 8-летнюю дочь. Девочка, рассказывает мама, очень общительная и любит учиться. Однако жить с полноценной жизнью ребенок не может. Мешает врожденный порог, глухота. Девочка уже пережила операцию. Четыре года назад ей поставили имплантант. Но и с ней воспринимать и выделять речь отдельного человека Ульяне тяжело. У нас с вами естественный орган слуха. И он реагирует очень хорошо. То есть мы с вами можем отдалиться, оградить нашу речь, выделить из всей основной массы шумов. Для нее речь, так же как и все остальные шумы, она как бы на одном уровне. Восприятие слухового, да, она слышит, но выделить речь для нее достаточно сложно. Выделить потоковую речь, то есть как мы с вами говорим достаточно быстро, и при этом не обращая внимания на все остальные шумы, это очень сложно. Из-за своего недуга первокласснице трудно учиться и слышать педагога. Помочь девочке воспринимать речь в шумных условиях может только специальная ФМ-система. Такой аппарат улучшает качество слуха, а значит Ульяна сможет ходить в школу, общаться со сверстниками и вести активный образ жизни. Стоит он более 100 тысяч рублей. Приобрести приемник самостоятельно семья не может. Вот и решила Ольга Шалепина обратиться за помощью к властям. Ирина Федоровна очень быстро откликнулась и поддерживала меня постоянно. Работа была организована очень достаточно быстро. И когда Ирина Федоровна позвонила и пригласила меня прийти в администрацию, я, конечно же, была очень удивлена, прошло достаточно мало времени, что случилось, может быть, нам откажут. И когда я пришла, мне Ирина Федоровна сказала, Ольга Викторовна, все получилось, средства собраны, и вы можете приобрести аппаратик, я, конечно, была необычайно обрадована. Средства действительно были собраны в кратчайшие сроки. К акции «Подарим удивительный мир звуков ребенку за 111 тысяч рублей» подключили специалисты администрации образовательного учреждения города и района. Решение принималось на уровне рабочей группы по реализации муниципальной целевой программы «Доступная среда». И было принято решение организовать сбор денег для приобретения прибора, который поможет нашему ребенку слышать этот мир во всем его многообразии, во всех его красках. Поэтому в течение трех недель деньги были собраны членами рабочей группы, приняли участие все образовательные учреждения, потому что девочка у нас школьница, и свой вклад внесла администрация Кандаларского района. Особые слова благодарности. Я не то, что могу сказать, я обязана их сказать этим людям, которые, конечно же, помогли мне и моему ребенку собрать эту сумму необходимую для покупки этого аппарата. Ваша помощь, она неоценима. Она неоценима и для меня, и для моего ребенка. Всего собрали 120 тысяч рублей. Их уже передали маме. Ольга Шалепина наконец-то подарит дочке на Новый год слуховой ФМ-приемник.